Никита Дорофеев, автор единственного гола в этой встрече, но я понимаю, что игроку Родины, бывшему игроку Родины Медиа, забить Родине 2, это что-то значит? Ну, я бы не сказал, просто нахожусь с Родиной в супер отношениях, всех знаю, знаю гендиректора, знаю также многих игроков, так что обычные чувства. Ну, приятно было с ними играть, в первую очередь, отметил его, потому что эта команда, у них целая плеяда нескольких команд, и есть и Медиа, и 2-я лига, и 2-я команды, и ФНЛ, и везде, они стараются играть в комбинационный, через пас, выходить, то есть, ну, суперкоманда, я, блин, был очень рад с ними сегодня сыграть. Да, и, наверное, очень приятно развалить игру комбинационную? Ну, в какой-то степени, да, мы играли на выезде, мы отталкивались от своих самых сильных сторон, навязать где-то борьбу, где-то положить мяч, что, наверное, сегодня не совсем где-то у нас получалось. Ну, в принципе, опять же, повторюсь, главный футбольный результат, а игра, она уже запранили, никто не вспомнил. Ну, было видно, что, в принципе, Металлорг своей такой модели игровой придерживается по ходу сезона, играете все-таки от печки, и, правда, не всегда это удается перевести в результат, да, домашний матч от прошлого тура, наверное, было обидное поражение, да, было не реализовано пенальти, зато вот сегодня, вот я смотрю, вам удача как-то улыбнулась. Ну, я бы не сказал от печки, мы все-таки перед игрой планируем играть тоже в комбинационный футбол, стараемся что-то, какие-то заготовки готовить, да, уже, когда мы выходим, уже подстраиваемся где-то и под соперника, тем более, еще раз повторюсь, выездные игры здесь, наверное, особенно в этой лиге, наверное, лучше брать очки, чем показывать какой-то футбол супер комбинационный и что-то в этом стиле. — Вообще, как ты думаешь, у Липецкого Металлурга, ну, правда, не в зоне вылета начинал, но шансы вообще побороться за золото какие-то присутствуют, или все-таки при таком, ну, непростом и разъездном графике и при наличии такой достаточно ровной группы будет весьма проблематично? — Ну, я считаю, наш потенциал, который у нас есть в команде, которые игроки у нас собрались, это, ну, как минимум, поэтапно переходить в золотую буферную зону и уже дальше отталкиваясь от тех соперников, которые там нам будут противостоять, смотреть, что мы можем добиваться там. — Ну, еще раз повторюсь, потенциал у команды высокий. На данный, наверное, момент мы его даже процентов на 30-40 где-то показали за все эти 7-8 игр, сколько мы там провели. — Ну, что-то маловато. Что мешает? — Ну, мешает, потому что новая команда собралась, ребята одни подъехали, я там подъехал сам буквально месяц назад, другие ребята две недели назад, на этой неделе еще Рустамяна подписали, так что, ну, команда только собирается, наверное, я думаю, вот по этой причине только. — Ладно, в любом случае, с победой у вас на выезде три очка, это прям шикарно. — Спасибо большое.